Меня зовут Роман. Я очень рад, что Николай передо мной выступил с замечательным докладом, потому что то, про что он рассказывает, это у нас в компании план X. Ну то есть не B, не C, а вот план X. То есть если у нас все случится, вот все, Челябинский метеорит долетит до Новосибирска, то мы закроем все, выгоним всех и будем заниматься только техподдержкой, продлением доменов и хостинга. Пока у нас этого не случилось, я расскажу о том, как мы повышали себе рентабельность. Чтобы чуть-чуть познакомиться, расскажите, пожалуйста, кто здесь является представителем руководства веб-студий. Ура! А я подглядел этот метод у других докладчиков. Скажите, у кого за 2014 год рентабельность была до 10%? До 20%. У меня 20 примерно. Больше 20%. А вот те, у кого больше 20%, скажите, а у кого из вас больше пяти человек в компании? Ух ты! Может мне сесть, а вы за меня? То есть, вот, а чего вы тут сидите тогда? Еще, еще. Вот мы тут вчера за кружкой чая, чая, да, выясняли, что каждый человек считает рентабельность по-разному. Я, например, считаю рентабельность после выплат налогов, после моей зарплаты. То есть, это тоже очень важно, да? То есть, рентабельность это то, что остается там, условно говоря, моей жене на колечко. И в отличие от предыдущих докладчиков, поскольку мы в Новосибирске, у нас, те, кто не знает, это считается центром России, у нас все хорошо. У нас летом зеленая трава, это наш фирменный цвет, а зимой белый снег, поэтому у нас все хорошо. Но и пока я вам все это говорил, вы, наверное, прочитали, что мы очень крутые. Но так было не всегда. Вернее, мы всегда были очень крутые, но не всегда у нас было хорошо с деньгами. Например, в 2011 году я в сентябре закрыл глаза, а когда в декабре я их открыл, обнаружил, что три месяца компания работала в минус. И весь 2012 год мы из этого минуса выходили. Вот. Что у нас конкретно было? У нас был бардак в бизнес-процессах. Приходим к одному клиенту, он говорит, хочу зелененькое с розовыми пуговицами. Мы говорим, хорошо, будет тебе зелененькое с розовыми пуговицами, будем там шить это из, там, не знаю, из чего-нибудь. Приходим к другому человеку, он говорит, я хочу, чтобы здесь был паровоз, он ехал по рельсам. Мы говорим, хорошо, будет там паровоз и будет ехать по рельсам. Дальше. Второй важный момент. Мы продавали как получится. Что это значит? Был менеджер продаж, у нее были какие-то нормы часы, она эти нормы часы куда-то вставляла в какую-то смету, поторговала с клиентом, уменьшила там где-то цены, где-то дала скидку, что-то записала, что-то перезаписала, проект ушел на ТЗ, на техническом задании менеджер это написал, описал, оценил, оказалось в три раза дороже. Кто виноват? Да, виноват как всегда я, потому что я за это все плачу. У нас вариантов два, либо там с клиентом долго спорить и выяснять, что произошло, либо брать дополнительные деньги за разработку, либо там что-то еще. У меня было четыре менеджера проектов. Что они делали, я не знаю, но вот симулировали бурную деятельность. Сейчас два, результат улучшен. Ну и делали как получится, потом менеджер проектов уходит, его коллеги начинают разбирать его проекты и оттуда из их комнаты слышится развидеть это все, то есть лучше не видеть, там сделать заново и так далее. Сейчас все это лучше. Дальше. В какой-то момент у меня была вот такая болезнь. Проходит ко мне на собеседование человек, я смотрю, человек вроде нормальный, квалификация обладает, плюс я это направление хотел поднимать. А возьму-ка я его. Я его взял, забыл про него, он там два месяца сидит, я ему деньги плачу, потом я про него вспоминаю, начинаю развивать, еще там три месяца, пока доходим до точки безубыточности, пока это делалось, все это опять же мои деньги. Дальше Николай, который был передо мной, рассказывал, что у него сотрудники делают выработку 40 рабочих часов в неделю. Это очень круто. То есть это очень круто. У меня даже сейчас сотрудники не делают 40 оплаченных клиентам часов в неделю. Когда мы начинали процесс преобразований, это было 4 оплачиваемых часа в неделю. В день, в день, извините. Да, в день, да. Спасибо, мне помогают. Просто я показывал эту презентацию, они говорят в день, да. Дальше. Самое страшное, что судя по моим доходам, у меня было все хорошо. Доход рос на 200% в год, в какие-то года на 150, потом на 30, там еще что-то. Но расходы росли быстрее. И в некоторые месяца, и года, в некоторые месяца они были вот так, в некоторые года были вот так. Опять же, это печалилось. Результатом были кассовые разрывы и, как я уже говорил, убыточность некоторого периода. У меня опять же вопрос. Скажите, есть люди, которые могут признаться, что у них хотя бы что-то из этого есть? Ура. Ну все, я чувствую себя нормально тогда. Важный момент, что я сам по себе человек сумбурный, не очень настойчивый, забывчивый, мягкий, и поэтому мне нужна была помощь. И в какой-то момент, это было 2 января 2012 года, я проснулся, подумал, новый год закончился, там убытки в 2011 году зафиксированы, надо что-то делать. Позвонил товарищу, он говорит, а, да, 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 понял твою проблему, он мне консультант по внедрению СРМ, по финансам, говорит, ты, говорит, Голдрата, почитай, вот книжки там про ТОС, и говорит, консультанта найми. Я говорю, а ты что? Он говорит, а я с тобой чаю потом попью, но тебя консультировать не буду. Ладно, я, не читали, кстати, Голдрата цель, там критическая цепь, почитайте, там 4 книжки, читается как любовный роман за 3 дня, очень сильно воодушевляет на какие-нибудь изменения, то есть прям вот реально, это метод ограничений очень-очень помогает. Вот, я тут вспомнил, что я знал еще одного консультанта, звоню ему, а у него походу как раз как бы мертвый период был, он говорит, Роман, мы с тобой друзья, и мы с ним начали внедрять теорию ограничений у нас. В компании нашли узкие звенья, то есть теория это звучит так, ищем узкие звенья, расширяем их, получаем прибыль, делаем дальше. Вот, в итоге он пришел ко мне, поскольку я математик по образованию с финансами, вообще никак, я только два числа могу сложить, он говорит, самое главное, что тебе нужно сделать, это тебе нужна цель, я говорю, да, отлично, давай, говорю, он говорит, давай вот тебе цель придумаем, чтобы у тебя доходы росли более высокими темпами, чем расходы, я такой говорю, о, как классно, давай, и он говорит, ну, чтобы этого добиться, тебе нужно, вот есть две методики, методика повышения доходов, это продавать больше и дороже, да, и методика снижения расходов, я говорю, ну да, он говорит, ну давай там, и мы начали выписывать наши расходы, и выяснили, что у нас есть явные расходы, ну, это там аренда офиса, там покупка всякой техники, программного обеспечения, зарплата разработчиков, зарплата отдела продаж, там административного персонала, и есть такие, как бы, как я их назвал, неявные расходы, сейчас покажу, что это такое, и мы начали променять оба метода, одновременно и наращивать расходы, извините, и наращивать доходы, да, и уменьшать расходы, вот, что такое неявные? Расходы. Это потери на неправильной продаже. Как-то оценили, как-то продали, поставили какую-то ставку норма часа, сделали проект, посчитали, лучше бы мы его не делали. Вот. Дальше потери на неправильной оценке проекта. Как это выглядит? А есть среди вас программист кто-нибудь? Вот. Антон, сколько стоит новости сделать вот на этом сайте? По часам? Два часа. Два часа. Так, а я менеджер проекта. Так, два часа, два часа. Я в смету поставлю три. Есть среди вас директора? Сколько ставить надо было? Пять, шесть, семь. Где-то так, да. Ну и вот на вот этой вот ерунде мы тоже очень сильно теряли. Дальше. Потери на переделках выполненных работ. У меня менеджер проекта пришел, и многие менеджеры проекта ко мне приходили уже с опытом. И вот я до сих пор помню две фразы разных людей. Одна говорит, самое интересное, самое удивительное в IT-констракт было, когда я пришла, я говорю, в предыдущей компании ставлю задачу, и мне надо было идти пинать разработчиков, чтобы они там ее увидели, там то-се. А тут я ставлю задачу, сходила на обед, а ее уже делают. Вот. Ну то есть это первый момент, да. А второй менеджер мне говорит, как хорошо, что мы все подписываем, и пока не подписали у клиента, не начинаем делать. А то, говорит, там, где я работал, там все на словах, там звонит менеджер проекта, все, клиент утвердил, мы там отдаем верстку, сверстали уже почти, а тут клиент директору показал, он говорит, все поменять. А как бы утверждения нет, денег за это не надо брать. Ну и вот у нас тоже были такие нюансы, я же говорю, введение проекта в был бардак. Поэтому вот такого не было, такого не стало. Дальше. В 2015 году очень важно снидить за дибиторкой. Очень важно снидить за дибиторкой. Вот вы можете за доходами не снидить, так как должны снидить за дибиторкой. Это то, на чем вы, грубо говоря, просто теряете в массовой. Если клиент вам должен, просто отключайте сразу, останавливайте работу, забывайте и идите дальше. Ну и естественно выбивайте деньги, да, но не доделывайте, не ждите, что вам оплатят. К сожалению, 2015 год, по крайней мере, у нас в городе, да и в Москве тоже, мы в двух городах работаем, может характеризоваться тем, что неделю назад было рано, а две недели спустя будет поздно. То есть неделю назад еще компания жила, а через две недели ее может уже тупо не быть. Дальше. Потеря на заморозке проекта. Расскажу тоже историю. За неделю до приезда сюда встречаюсь со знакомым. Он такой фрилансер с компанией, то есть как бы вот у них небольшая компания из нескольких человек. Говорим, как дела? Он говорит, да все хорошо, но печалит, что клиенты замораживают проекты. Мы такие, а почему печалит? Да я, говорит, под них время резервирую, денег от них ожидаю. И там вот они тянутся, их там надо подпинывать как-то. Мы говорим, слушай, ну а ты реши вот это двумя моментами. Это перейди на оплаты по календарю, не по графику проекта, а по календарю. Я расскажу это чуть-чуть попозже. И если клиент затянул, ты просто проект оставляешь, говоришь, мы вернемся к нему, когда вы вернетесь. В порядке общей очереди. И берешь другой проект. Но вот здесь очень важный момент. Я занимаюсь айкидо. И когда инструктор показывает какой-то прием, он никогда не показывает его с первого раза так, что ты поймешь. С первого раза он показал тебе что-то хитрое, потом выяснил, ты сделал, у тебя не получается. Он второй момент показал, третий, четвертый, пятый. И вот здесь очень важно, что вот этот совет, он хорошо действует. Если у вас очередь клиентов и очередь задач, тогда вы действительно можете клиента отодвинуть. А если он у вас один, то здесь нужно создавать, чтобы у вас было очередь. Вот. Что мы начали делать? Мы просто начали считать. Взяли и посчитали все свои затраты. Аренду офиса, зарплату персонала, зарплату административного персонала, бонусы от делу продаж, оплату хостинга, оплату воды в офис, оплату всяких лицензий и всей вот этой вот радости. Дальше. Мы все-таки компания, которая клиенту выставляет счета по часам тоже, и мы посчитали свои ресурсы. И так получилось, что, например, если брать программистов, то у нас порядка тысячи часов разработчиков в месяц доступных. С учетом того, что там 10% времени люди болеют, в отпусках ходят, что у них вот такая выработка на сотрудника, мы написали реальное время, которое мы можем отписать клиенту. Посчитали это и поняли, что нам в месяц нужно 100-500 миллионов рублей. И, соответственно, исходя из того, что нам нужно 100-500 миллионов рублей, мы поставили себе план продаж. То есть на вот это дело. То есть кровь из носа у нас должно вот это быть. Дальше. Как мы решили вот тот вопрос, о котором вы дискутировали с Николаем 10 минут назад, что разработчик будет занят, а ему там проходят задачи. Очень просто. У нас тоже есть техподдержка, у нас есть там абонентские тарифы, и мы говорим, что ребята, вот абонентский тариф хорош тем, что мы гарантируем вам, что это время под вас будет. То есть вот сколько вы часов оплатили в месяц, мы вам их выделим. Ну, если вы не в последний день, конечно, придете. Если у нас будет больше, мы сделаем больше. Но вот это мы гарантированно выделим. И менеджеры проектов, когда проект идет, да, там на программирование, они бронируют часы. Все техподдержки бронируют часы. И у нас есть занятость часов. Вот сейчас мы бронируем часы на апрель. То есть вот. И не продаем, если не можем это продать. Вот. Ну и, естественно, все это в план сотрудникам поставили. Дальше. Я говорил, что у меня там были какие-то люди, которые что-то делали. Мы их уволили. Вот. Например, у меня теперь нет отдела по продвижению сайта, по контекстной рекламе. По вот этой всей радости. Потому что там сидело пара человек. Я не понимал, ни что они делают, ни сколько они денег приносят. И самое главное, мне этот бизнес, ну как бы не казался прибыльным, а таким больше геморройным. Перешли для тех, для кого могли, на частично сдельную оплату труда. И это очень хорошо повлияло на разработчиков, на программистов. Они теперь знают, что если клиент позвонил и проконсультировался с ними, это время нужно отметить. Потому что это время будет оплачено и разработчику, и клиент должен за это заплатить. Дальше. Естественно, что после того, как мы проанализировали какие-то простые вещи, начали анализировать более непростые. Начали анализировать затраты по проектам. Выяснили, что есть какие-то блоки, которые мы вообще не учитывали. А там, знаете, как труба, в которую деньги просто вот так вот вылетали и время вылетало. Например, поддержите меня, те, кто знает. Это этап запуска проекта. Это когда вы все запрограммировали, интернет-магазин запрограммировали, отдаете клиенту, и он начинает туда загружать свои данные из 1С. И неожиданно оказывается, что вот ту ветку каталога, которую он вам на этапе разработки выгружал, это было лучшее, что у него было. Все остальное, как бы, там не то, что конь не валялся, да, там он не заглядывал туда. И теперь у нас вот этот вот этап тестирования и запуска суммарно занимает 50% от стоимости разработки. И это себя оправдывает и, как правило, подходит там тютелька в тютельку. Ну и мы, естественно, включили их в смету. Дальше посмотрели, посчитали, учны ценные затраты. Исполнительный директор, который у меня был, говорит, о чем мы считаем по вот этим ставкам, по вот этим затратам. Мы же проект делаем сколько? Сколько вы делаете интернет-магазин? По-разному. Ну, месяц, допустим. Вы супербыстрый. Кто делает интернет-магазин индивидуальный 6 месяцев? Если вы делаете интернет-магазин 6 месяцев, это означает, что от момента, когда вы ударены по рукам, до момента последней оплаты проходит 8 месяцев где-то. Вы ударены по рукам, месяц ваш договор согласует юридическая служба, потому что юристу нужно кормить своих детей. Ему обязательно нужно найти в вашем договоре что-то. После этого ваш счет 2 недели валяется в бухгалтерии. После этого вы его все сделали, утвердили. После этого как же можно утвердить сразу, если это надо подписать. Короче, если вы все свои платежи просуммируете, умножите на время и найдете среднее, окажется, что средний платеж у вас приходится как раз через 5-6 месяцев после того, как вы смету отправляли. А если вы в тендере участвуете, то это еще больше. Соответственно, вы должны закладывать ваши затраты не на сейчас, а ваши затраты на 6-8 месяцев вперед в смету. То есть если сейчас у вас зарплаты такие-то, и вы ожидаете, что через полгода они будут на 20% больше, закладывайте в смету работу сразу на 20-30% больше цену. У нас тоже есть интернет-магазины за месяц, это готовые решения. Дальше это был самый больной для меня этап. Я такой очень человек, хочу так, хочу не так, но у меня есть отличное качество. Если я сказал и подписал, что это так, то мои сотрудники могут приходить и говорить, Роман Владимирович, вы это сами утвердили. Где чек-лист за вашей подписью, что вы проект продали правильно? Пока не будет, я не возьму в работу. И я сижу, подготавливаю документы по фэн-шую, отмечаю, что договора вернулись. Требую от клиента подписанных приложений, а не на слово веру. Плюс есть какие-то нестандартные процессы. Вот последний нестандартный процесс, это клиент у нас старый, про которого я забыл, и вспомнил, что он нам полгода не платил. Вот последний нестандартный процесс, который остался все, отдал его менеджеру техподдержке, и сейчас все будет хорошо. Дальше самая для меня трагедия, поскольку я вырос на песнях «Комсомол вперед» и «Пионер должен быть всем примером», конечно, мне хочется сделать какой-нибудь космический корабль, который будет бороздить просторы Большого театра, ну или на крайние случаи Новосибирского зоопарка. Вот, теперь мы не берем неприбыльные проекты, даже если это проект ради портфолио, даже если это там очень хочется. Вот я прихожу, смотрю, вот как там код из рекламы на моего исполнительного директора, он говорит, где деньги? Я говорю, денег нет, он говорит, кто платить будет? Ты? Я говорю, я не буду. Он говорит, ну все повышает цену, ну то есть должно быть прибыльно. Из-за этого, я честно скажу, у нас мимо нас красиво пролетают те проекты, которые там года четыре назад мы бы взяли и не было бы дивидендов. Дальше. Очень непростой для объяснения клиентам вещь, но очень классная для нас. Мы привязываем платежи к датам. На вашем примере, делайте интернет-магазин месяц, правильно? Сколько платежей должен сделать клиент? Два платежа должен сделать. Отлично. Первый февраля мы ждем от вас, первый платеж, 14 февраля мы ждем от вас второй платеж. Если их не будет, мы останавливаем работу. Не привязываясь к календарному плану. То есть мы договорились, что проект идет месяц, там два, три, шесть месяцев. Вот разбили платежи на равные суммы, равные сроки. Пожалуйста, по календарю идем. Для нас это стабильность, для нас это возможность, если деньги приостановились, остановить проект. Для клиента это гарантия, что проект будет сдан в срок. Почему? Кто с крупными проектами работал, с крупными компаниями? Сколько они оплачивают счет? Когда как, да? Когда очень заинтересованы, они оплачивают счет мгновенно. То есть есть такие. Но когда они не очень вас заинтересованы, он там должен полежать. Чтобы вот как бы он сразу начал лежать, то есть с момента оплаты предыдущего счета, сразу привязывайте к графику. Дальше. Очень больной вопрос для нашего отдела продаж. Им, к сожалению, не удается продавать, что попало. То есть им не удается там димпингнуть, им не удается написать в смете программирование. К сожалению или к счастью, они вынуждены писать полностью. Но опять же из-за этого мы не все проекты выигрываем. Но мы работаем с дебиторкой. И наконец у нас специальные условия для постоплатных клиентов. Это плюс 300 рублей к стоимости часа. Вот. То есть если вы хотите платить постоплатой, и мы вам верим, пожалуйста, но на 300 рублей дороже. Мало? Вообще не страшно. Ну вот. Поэтому тем, кто так хочет, те оплачивают. Что получилось? Штат сотрудников за 14-й год у нас не вырос в людях в количестве, но изменился в составе. В результате доходы выросли, расходы не увеличились. Вот разработаны и внедрены бизнес-процессы. В среднем 6 месяцев занимает вот этот вот процесс от полного бардака до там, ну вроде нормально, на вины порядок вот в этих всех радостях, и избавились от кассовых разрывов. В чем минус? Минус в том, что поскольку я хочу брать красивые и большие проекты, теперь мы просто так их не можем взять, даже если очень хочется. Поэтому мы берем выгодные проекты. Сложность с дизайнерами. В чем сложность? Проект большой. Нарисовал дизайнер прототипы. Рисовал он их летом, когда солнце, пляж, бабочки и там вино. Прототипы утвердили к ноябрю. В ноябре, соответственно, минус 42. Ничего не хочется. Видение другое. За это время он опять повзрослел. Прототипы ему не нравятся. А менеджер проектов говорит, не волнует, все утверждено, рисуй по ним. Меня напрягают мои сотрудники, говорят, где. То есть где то, что вы сами подписали. И мне приходится это делать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вы говорите, проблема с дизайнером и привязка к датам платежей. Дизайн можно принимать месяц, два, три. То есть нравится, не нравится. Вот эти как вопросы у вас решаются? Отлично решаются. Смотрите, давайте еще раз. Мы договорились с вами, что интернет-магазин мы сделаем за пять месяцев. Мы делаем это три платежа, например. Это уже постное техническое задание. Делим на три платежа. 1 марта, 15 апреля, 30 мая. Как? Вы не приняли дизайн к 15 марта? Вы знаете, нас этот вопрос мало волнует. Мы работали, работали. Вы тормозили с согласованием, тормозили. Вам надо счет оплачивать. Как вы будете объяснять это перед руководителем? Но это ваши проблемы. Нет, не наоборот. У нас на стороне заказчика появляется человек, которому выгодно, чтобы проект к указанной дате шел быстрее, чем показано по календарному плану. Понимаете? Теперь менеджер проекта на нашей стороне. Он приходит к директору, говорит, а что я буду оплачивать? Все. Какие проблемы? Посмотрите на это со стороны позитива. Это не наша проблема. Если они не хотят оплачивать, мы останавливаем проект. Какой косяк на нашей стороне? Можно вопрос? Поэтому же, да? Роман, вы клиенту как объясняете, в основном, если большие проекты, это или руководители, в основном, или собственники, клиентам, как объясняете, что необходимо привязаться к дате по платежу? Вот так и объясняем. Вот так вот, как я вам сейчас объяснял, так и говорим, ребята, нам очень важно, чтобы проект был запущен вовремя. Это экономия ваших денег. Вы там персонал наймете, а сайт будет не готов. Давайте посмотрим, какие здесь могут быть задержки. Они говорят, да какие? Ну вы задержите. Мы задержим. Хорошо. Давайте мы на две недели добавим. Ведь вы же будете видеть весь прогресс. Мы выкладываем макеты постоянно. Мы разрабатываем на тестовой площадке, где даем вам доступ. Это не как подводная лодка ушла под метр Арктики. И пока мы там под северным полюсом с ракетами стоим на страже Родины, вы, пожалуйста, каждый месяц там вдове... А сколько процентов клиентов отвалилось? Секунду. И они говорят, а какие еще могут быть риски? Мы говорим, вы можете уехать в отпуск и не утвердить. Они говорят, до этого не будет. Никогда. Мы говорим, отлично. Что нам мешает привязать к календарю? Ничего не мешает. Все. А сколько процентов клиентов отвалилось? Отвалилось кого? По причинам того, что договор не согласовали такой. Есть отказы или нет? Вы знаете, на нашем финансовом состоянии это не сказалось. Но отказы были, в принципе, да? По вот этой причине обычно никто не отваливается. Понял. Спасибо. То есть, как бы это не та причина, по которой там... Это работа отдела продаж. Убедить клиента. Роман, Абросик. В каком году мы вышли на Москву? В 2011 мы открыли офис в Москве. Понятно. Второй вопрос. Вы согласуете все макеты, я так понял, да? То есть, все этапы работ вы под печать, подпись, да? Под подписи, под печать. Чья? Гендире? Гендире? Кто в договоре прописан? Вы там ответственное число... Нет, не ответственного лица подпись и печать. Кто договор подписал, тот и подписывает. То есть, а в большой компании можно добиваться подписи по месяцу? Ничего нормально, да? Какие... Хорошо, какие проблемы? Ну, я не понимаю. Хорошо, по месяцу добиваемся. Дальше что? Это... Оплаты-то идут. Какие проблемы? Хорошо, спасибо. Подскажите, пожалуйста, плюс 300 рублей клиенты есть по постфакту? Еще раз что? Ну, вы говорили, что у вас постфактники, плюс 300 рублей. Такие клиенты у вас есть? Да, у нас в 2015 году половина наших крупных федеральных клиентов, ровно половина, сказала, теперь мы работаем без абонентской платы, мы работаем по фактическим затратам. Мы говорим, хорошо, у нас это стоит плюс 300 рублей. Они говорят, хорошо. То есть, эта схема работает? Да. Так, а еще такой вопрос. У вас есть, я так понимаю, офис в Новосибирске, да? Да. И в Москве. Ценовая политика разная? Да. А какой процент? Что? Какой процент? У нас там в смете работ есть коэффициент. И там написано «московский клиент». Ну вот, поймите, я же не отдел продаж, да? Можно я схитрю, да? Я скажу, я не знаю. Я вот выбираю там московский клиент, оно само считает. Не знаю. У нас варьируется цена часа для технической поддержки и для разработки. Техническая поддержка у нас идет сейчас полторы тысячи часов. Разработка идет в зависимости от специалиста и от региона от 1400 до 2000 часов. Извините, можно вопрос, да? Да. Вы говорите, какие проблемы… Я здесь. Я здесь. Вы говорите, какие проблемы через два месяца вам подписывают акт или там дизайн, да? Вы получаете деньги, все окей. Но через два месяца вы занимаетесь другими проектами. Ну и что? Как вы доделываете этот? В порядке очереди. Окей. Ну то есть реально, ну и что? Ну то есть клиент предупрежден, если он задержал, мы ставим его в план работ, когда освободится. Хорошо. И вы хотите сказать ваш бизнес от этого? Да вы не парьтесь просто по этому поводу и все. Поймите правильно, я тоже парился. Я парился в 2006-2007. Скажу по-честному, я из-за этого тоже переживаю и иногда ночами плачу в подушку. Но понимаете, вот в какой-то момент я пришел к клиенту, он говорит, ну вы же не будете работать бесплатно. Я говорю, ну действительно, мы же не будем работать бесплатно. И понимаете, почему это должны быть мои проблемы? Вот мы когда-то занимались аутсорсом, а потом мы перестали заниматься аутсорсом. Потому что ты стоишь на самой крайней цепочке и пока до тебя дошел проект, ты уже не прав. Понимаете? То есть ты уже его, он до тебя еще не дошел, а он уже, извиняюсь за выражение, профокаплен по срокам, он уже профокаплен по деньгам, и он уже как бы сделан неправильно. И ты уже не прав, хотя ты его еще не делал. И зачем мне такая радость? Почему я должен ошибки заказчика брать на свои затраты? Я не хочу этого делать. Еще один вопрос. Самый узкий момент, как мы понимаем, это согласование дизайна. Я вот тут. И хотел бы уточнить, как это происходит у вас. Сколько итераций правок и сколько вы отдаете времени заказчику на подумать? У нас договор прописан, там, по-моему, то ли через 3, то ли через 5 дней он должен присылать результаты. Мы, если он долго не присылает, мы отправляем акт. Но если это промежуточный вариант дизайна, мы просто не идем дальше, мы паузим проект и все. То есть вы не боитесь паузовать и переходить к другому? Мы не боимся. Даже если они остановились, мы все равно в плюсе.